МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Данил Добрин. О главных событиях в регионе расскажем прямо сейчас. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия в Пермском институте. 8 человек погибли в результате стрельбы. Выборы 2021. Какая явка и кто прошел в Госдуму и Законодательное собрание области? Мирная миссия 2021. 5,5 тысяч военных и 9 стран-участниц объединились на Оренбургской земле в борьбе с терроризмом. Покупки с доставкой на дом. Спрос на услуги доставок в России продолжает расти. Урожай масленичных. Аграрии Александровского района приступили к уборке подсолнечника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем выпуск с трагической новости из Пермского края. Там погибли 8 человек. 28 пострадали в результате стрельбы в одном из вузов. Об этом сообщают в Следственном комитете России. По некоторым данным, стрелявшим оказался 20-летний студент учебного заведения. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. В сети появилось видео, как молодые люди выпрыгивают из окон здания на фоне выстрелов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким погибших. Этот поступок нельзя принять или оправдать. Соболезную родным и близким погибших. Оренбуржье скорбит вместе с вами. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. А теперь к региональным новостям. Главное политическое событие этой осени – выборы 2021 состоялись. Обл. Избирком публикует предварительные итоги голосования в Оренбургской области. На 10 часов было обработано 99-35% протоколов участковых избирательных комиссий. Совсем скоро будут подведены окончательные итоги выборов. А пока предварительные итоги голосования по выборам в Государственную думу. Итак, явка составила чуть выше 45%. В голосовании приняли участие 685 608 избирателей. Обработано свыше 99% бюллетеней. На выборов депутатов Государственной думы 5-процентный барьер преодолели Единая Россия – 38-37%. КПРФ – 26-25%. ЛДПР – 9-41%. Справедливая Россия за правду – 7-61%. Новые люди – 6,1%. По всем трем одномандатным округам лидируют кандидаты от партии «Единая Россия». Оренбургский округ Андрей Аникеев проголосовала 36,9%. Мугурусланский округ Олег Димов – 42,15%. По Орску выходит Виктор Заварзин – 31,84%. На выборах депутатов Законодательного собрания области 5-процентный барьер преодолели все 5 политических партий. «Единая Россия» – 39-44%, КПРФ – 29-21%, ЛДПР – 10-55%, «Справедливая Россия за правду» – 10,10%, партия пенсионеров – 6-87%. В одномандатных избирательных округах 18 кандидатов избраны от «Единой России», 4 кандидата от КПРФ и 1 от партии «Справедливая Россия за правду». И как стало известно, Денис Паслер и Светлана Быкова отказались от своих мандатов. В региональном отделении партии «Единая Россия» сообщили, губернатор не намерен уходить в Государственную Думу, он продолжит работать в Оренбургской области, а Светлана Быкова намерена продолжить работу в Законодательном собрании, куда она также избралась. В целом, оренбуржцы проголосовали за стабильность и социальное развитие. Так, на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам, прокомментировал выборы Олег Димов, глава регионального отделения партии «Единая Россия». По словам Олега Димова, избирательная кампания 2021 года была сложной и конкурентной борьбой. Кандидаты от «Единой России» победили по всем трем округам на выборах в Государственную Думу России. Ключ к победе считают в партии «Народная программа». Она была сформирована на основе обращений оренбургцев. Жители области направили около 80 тысяч предложений и пожеланий, таким образом определив вектор развития региона на ближайшие пять лет. Наши избиратели проголосовали за стабильность, за социальную поддержку, за благоустройство городов и сел, за уверенность в завтрашнем дне. Это, конечно же, бесценный кредит доверия, который нам, как партии, предстоит в ближайшие годы оправдывать. После слов благодарности избирателям, глава Оренбургского отделения партии обратился к своим коллегам, действующим и будущим депутатам от «Единой России». Олег Димов призвал их работать на благо населения и сделать каждый поселок, город и район области территорией комфортной для проживания. Напомним, по предварительным итогам голосования, «Единая Россия» набрала большинство голосов не только на выборах Государственную Думу России, но и на выборах Законодательное собрание области. Явка на голосование превысила 45%, что в пересчете равняется примерно 685 тысячам человек. К другим темам. Около 5,5 тысяч военных, более тысячи единиц техники, 9 стран-участниц и одна общая цель – борьба с терроризмом. На полигоне Донгус под Оренбургом стартовали военные учения «Мирная миссия-2021». Над полигоном Донгус по очереди звучат 9 гимнов для каждой из стран-участниц, членов Шанхайской организации сотрудничества. Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и впервые Республика Беларусь. Разные языки и территории, но проблемы терроризма одинаково беспокоят всех. И отрабатывать новые навыки солдаты будут бок о бок. Совместное антитеррористическое учение не только повысит уровень слаженности подразделений и укрепит боевое сотрудничество, но и продемонстрирует всему мировому сообществу единство взглядов руководства наших государств на формирующиеся угрозы. А это военная техника, которую будут использовать во время учений. Грузовые автомобили, танки, гаубицы и даже авиация. Всего около 1200 единиц. Причем как отечественной разработки, так и техника стран-гостей. Показать свою мощь и маневренность она сможет уже в ближайшие дни. А пока торжественный марш. Более 20 парадных расчетов приветствую своих командующих. Учение «Мирная миссия-2021» – ответ на обострившуюся ситуацию в евразийском пространстве, в особенности в Средней Азии. Совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС проходят традиционно раз в два года с момента основания организации в 2001 году. Маликаджи Малеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Ветерану Великой Отечественной войны Людмиле Николаевне Малиной исполнилось 92 года. Со знаменательной датой ее поздравили руководитель и воспитанники военно-исторического клуба «Виктория». Телеканал ОРТ присоединяется к многочисленным пожеланиям. О том, как удалось Людмиле Николаевне пережить блокаду Ленинграда, смотрите далее. Неудобно спрашивать у женщины, сколько вам лет? Ой, уже можно. Какого года? Уже можно. Вот так, с улыбкой на лице, ветеран Великой Отечественной войны Людмила Николаевна Малина встречает свой 92-й день рождения. Наилучшие пожелания от руководителя и воспитанников военно-исторического клуба «Виктория». Счастья, здоровья от нашего военно-исторического клуба «Виктория». От меня лично, от ваших детей. День рождения. Здорово, я вам не волейся. Даже в свой день рождения Людмила Николаевна не может не вспомнить тяжелые годы войны. Улыбка сменяется грустью. Во время блокада Ленинграда пережить пришлось и голод, и холод. Когда началась война, ей было всего 11 лет. Женщина рассказывает, в 43-м году с младшей сестрой Лелей остались одни. Родители погибли, а старший брат был призван на фронт. От смерти их спасла работа в автомастерской. Отряд был в городе, а машины ходили через Ладогу. Вот в этих мастерских мы работали. Потом мама у нас в пожаре сгорела. И вы остались вдвоем, да? Мы слили, остались вдвоем, но мы уже работали. Поэтому тоже остались живы. В Оренбургскую область Людмила Николаевна приехала по любви. Своего мужа, оренбуржца, она встретила после войны, когда приехала поднимать целину. Сегодня, держа в руках букет цветов, женщина мечтает, чтобы память о погибших осталась вечно в сердцах. А война не коснулась молодого поколения никогда. Теперь ее непростая история жизни стала эпизодом военно-патриотического фильма о войне. Память поколений. Сняли которые воспитанники клуба «Виктория». Наталья Мороз, Елена Еремина, Дмитрий Картуз. Новости дня. И сейчас обновленные данные по коронавирусу в Оренбурге. Так, за последние сутки скончались 12 оренбуржцев от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в области уже 1796 жертв коронавирусной инфекции. Новых случаев заражения – 340. А вот выздоровели за последние 24 часа больше – 348 жителей региона. Сейчас прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Покупки с доставкой на дом. Спрос на услуги доставок в России продолжает расти. Урожай масленичных. Аграрии Александровского района приступили к уборке подсолнечника. Это новости дня. Мы продолжаем. Покупки с доставкой на дом. Спрос на услуги доставок в России активно вырос еще в период первой волны пандемии в 2020 году. Оценив удобство таких заказов, россияне продолжают пользоваться сервисом и в текущем году. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Пик заказов с курьерскими услугами пришелся на март этого года. Было отмечено самое большое количество операций по оплате покупок на дом. Средний чек составил 5395 рублей, а количество заказов увеличилось на 17%. В августе вновь произошел подобный всплеск интереса к покупкам с доставкой на дом. Тогда средний чек увеличился на 15% и составил 5548 рублей. Больше всего пользуются услугами доставки на дом россияне возрастом от 30 до 40 лет. Их чеки самые большие и превышают 6000 рублей. На втором месте возрастная группа клиентов от 50 до 60 лет с чеками в 5200 рублей. И меньше всего пользуются услугами курьеров люди от 40 до 50 лет. Сумма средней покупки чуть больше 4500 рублей. Аналитики банков также отметили, что средний чек покупки у женщин заметно выше, чем у мужчин. Но при этом мужчины делают заказы чаще на 3%. Время собирать подсолнечник. В Александровском районе стартовала уборка масленичной культуры. На поле одного из крестьянско-фермерских хозяйств побывала наша съемочная группа. О том, как проводится работа и сколько продукции ждать в этом году, смотрите в нашем следующем материале. Подсолнечник созрел. На поле в 500 гектаров этого крестьянско-фермерского хозяйства Александровского района началась его уборка. Погода позволяет. Для быстроты процесса задействована современная техника. Все, что собрали, погружают в прицепы. Пока работа кипит, глава хозяйства Кталгат Иткулов на месте отмечает. Выращиванием культуры объединение занимается уже 20 лет. Оренбургская область располагает к этой работе. Подсолнечник сегодня остается очень актуальным. Несмотря на засуху, урожай в текущем году можно считать удачно. На сегодняшний день дает 12,01 гектара. Я думаю, это по этому году очень хороший показатель. По прошлому году одинаковый уровень. В прошлом году тоже такая погода была засучливая. Непосредственно оборудование, которое, технику купили мы, она, наверное, позволила дать такие хорошие результаты. Но дело не только в технике. Чтобы урожай был как можно лучше, добавляет фермер, к земле нужно относиться должным образом. Вовремя ее удобрять. А пока то, что уже удалось вырастить в этот раз, перевозят на склады. 600 тонн подсолнечника уже готовы к реализации. Из него будут делать подсолнечное масло, а также корм для птицы и крупной рогатого скота. Скоро подсолнечник отправят на маслоэкстрационные заводы в республику Башкортостан. Хозяйство сотрудничает с ними почти 4 года. На данный момент в Александровском районе специалисты оценивают ситуацию по сбору как этой масленичной культуры, так и другого урожая. Сейчас ведется уборка кукурузы на зерно, подсолнечник на зерно. Закончена в районе уборка ранних зерновых колоссовых культур. Намолочено сегодня более 42 тысяч тонн зерна. Уборку же подсолнечника в Александровском районе этого хозяйства планируют завершить в течение двух недель. Всего в этом году было посеяно 1600 гектаров сложноцветных. Специалисты отмечают замедление процесса возможно только при неподходящей погоде. Елена Еремина, Георгий Бурлузский. Новости дня. День хирурга отмечают в России. Тысячи спасенных жизней, уникальные авторские методики и признание на международном уровне. Все это об оренбургских врачах. Они не покидают операционные даже в свой профессиональный праздник. Поговорить о жизни с Дмитрием Дзюмином можно только на бегу. Он занят практически постоянно. То на планерке, то на консилиуме. То, как сейчас в операционной, спасает жизнь человека. В руках манипуляторов, мы их называем вверх, не щупальца. То есть это те инструменты, при помощи которых мы оперируем, выполняем непосредственно оперативный прием живопис. То есть напрямую рука, где мы ссорили на брюшную полость, не контактируем. На столе пациент с объемным образованием забрюшиного пространства. Сложнейшее лапароскопическое вмешательство. Ультразвуковой скальпель через крошечный разрез проникает в брюшную полость. Все на экране в многократном увеличении. Ювелирная работа. В руках мастера пациент полчаса, а дальше восстановительный процесс. И проблем со здоровьем будто не было. Но заслуг хирург Демин не считает. Говорит, работе просто и буднично. Это служение, это долг, это работа, это священник. Врач – это священник, который посвящает свою жизнь служению людям и спасению их жизни. За спиной Дмитрия Демина 15 лет хирургической работы. Спасать жизнь начал еще, будучи студентом на четвертом курсе. Вспоминает, тогда были другие правила и нравы. Брать в руки скальпель разрешалось без дипломов и сертификатов. Была пендиктомия, удаление чревообразного отростка при остром пендиците. Я, естественно, запомнил эту операцию на всю жизнь. Я думаю, что любой человек, который думает, который является просвещенным, который является творческим, учится всю жизнь. Увершины нет. Сейчас работает в одном из самых передовых отделений области. Самый большой операционный блок – это город в городе, где движение не останавливается ни на минуту. 24 часа в сутки в трех операционных проводят сложные хирургические манипуляции. В год их проводят около двух тысяч. Отделение хирургии нашей больницы выполняет дежурство в режиме санавиации. То есть, если где-то у пациентов случается проблема в области, и местный хирург не может выполнить поставленную задачу, мы либо по телефону консультируем, либо выезжаем наземным транспортом, воздушным транспортом. В областной клинической больнице 11 хирургов. Каждый день они делают то, что другим не под силу. Возвращают пациентам жизнь, надежду и здоровое будущее. Анастасия Кубатко, Владислав Горбунов. Новости дня. А сейчас о погоде. Дождь, ветер, температурные качели. По данным синоптиков, на этой неделе оренбушцев ждет переменчивая погода. В начале недели, отмечают специалисты гидромедцентра, будет преимущественно без осадков. Днем плюс 11, плюс 16, ночью 0, плюс 5. Ожидается заморозки в северных и восточных районах от минус 2 до минус 7 градусов. Не обойдется без ветра. Его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Однако, с середины недели начнется потепление. Ожидается переменная облачность. В западных и центральных районах небольшой умеренный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. В центральных и восточных районах порывы 13-18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха ожидается 4-9 градусов. На Крайнем Востоке еще есть вероятность заморозков на поверхности почвы от минус 0 до минус 3 градусов. И в дневные часы воздух уже прогреется до 15-20 градусов тепла. В выходные, по прогнозам метеорологов, Оренбуржья попадет под влияние облачного вихря. В большинстве районов пройдут дожди. Днем плюс 9-14 градусов, ночью плюс 5-10 градусов. Дружественные узы. В социальных сетях появилась фотография с указателем городов-поворотимов в Орландо. Среди них оказался и Оренбург. В настоящее время областной центр поддерживает дружеские отношения с четырьмя городами из других стран. Явление городов-поворотимов распространено по всему миру. А сам термин появился в 1944 году. Так впервые назвали два города, которые были практически полностью разрушены во Второй мировой войне. Ими стали британские конверти и Сталинград. Оренбург, в свою очередь, стал побратимом Орландо еще в 1997 году. Тогда мэр Орландо и глава администрации Оренбурга подписали документ о дружеских отношениях между городами. Сейчас взаимодействие между региональными центрами выражается в обмене делегациями. Кроме того, у областного центра есть еще три города-побратима. Среди них Худжанд, Республика Таджикистан, Уральск и Октабе, Республика Казахстан. И в завершении информация об отключениях. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 21 сентября с 10 до 17.00 будет ограничена подача электроэнергии в селе Приютово, Неженко, Чистый, Нижняя Павловка. Филиал публичного акционерного общества Россети «Волга Оренбург Энерго» просит отнестись с пониманием и заранее отключить электроприборы. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98-48-48. На этом все. Вернуться к эфирам программы «Новости дня» и другим проектам ОРТ вы всегда можете на нашем сайте media56.ru. Присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. А прямо сейчас рубрика «О погоде и не только». До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова